Сейчас, абсолютно так же, будьте добры, выведите формулу для n окружности. Формулу, которая выражает количество, максимальное количество частей, на которые могут плоскость делить n окружности. Здесь опять та же ситуация. Сначала нужна референтная форма. Давайте, чтобы не запутаться, я обозначу это G, N. Кто скажет, как получается 14 из 8, ну и их нау числа, и так далее? То есть, очень яркий фронт, так. 4, получается 2, это привык из 1 на 2. 8, это 4 на 2. 4, 7 на 2. Получается 5 в окружности, это как 22. О, вы знаете здесь ответ. 22. Отлично. Это правильно. А здесь какой-то ответ. Сколько? 32. 32. 44. Ну что я могу сказать? Вообще вы правы. Действительно ответ такой. Но кто бы нам все-таки сказал для начала прикуретную форму, что бывает, когда провели n плюс 1 окружности? Ж, n плюс 1. У нас были n окружности. Что происходит? Добавляется еще одна. Что происходит, когда пробавляется еще одна? Что происходит, когда прошла еще одна окружность? Что она делает? Она делает. Было n окружности. Промерили n плюс 1. 2, n плюс 1. Сколько для начала у n плюс 1 окружности, сколько максимальное количество точек пересечения? Это n? Нет. Жесть. 2, n, конечно. Господа, когда вы проводите n плюс 1 окружность, представьте себе. Вы проводите какую-то там n плюс 1 окружность, да? Но здесь я случайно через точку пересечения. Вот если провести так, чтобы не прошла через точку пересечения, то она же по максимуму пересечется с двумя окружностями. Поэтому, конечно, будет 2n. Обратите внимание, каждая вот такая вот пыльга, она не залезает кусочек. Значит, рекуррентная формула вот такая. Соответственно, например, что такое число 32? Очень просто. Это дважды 5, это дважды 5, плюс 22. А что такое 22? Это дважды 4, понимаете? Плюс 14. А что такое 4? Это дважды 3, плюс что там? Плюс 8. Ну и так далее. У нас получается очень, на самом деле, простая формула. Чтобы вычислить g от n, давайте сейчас фиксируем за дважды. Чтобы вычислить g от n, надо взять в удвоенном количестве числа n-1, n-2 и так далее, вплоть до 3 единицы. Но это будет, на самом деле, еще не вполне правда. Потому что еще 5, у нас не прибавляем 2. Потому что вот в конце у вас там было 2, а еще прибавляем 2. А дальше все просто. Дальше все просто. Дальше вы видите, что вообще-то это служит на вот такую же формулку, умножим 2 на 1. Это будет 2, умноженная на f от n-1. Значит, для задачи о разрезании плоскости ответ шанский чат. Ответ в 2 раза больше, чем для n в минус 1 прямой. Это что значит? g от n плюс 1, это 2 умножить на f от n. Поскольку у нас есть формула для f от n, вот она. То формула для g у нас на самом деле тоже есть. Давайте я ее обочеке напишу. g от n, нужно умножить на 2 вот эту формулу, и вместо n написать n плюс 1. Это n квадрат минус n плюс 2. Давайте подставим какое-то конкретное n. Если n равно 1, получается 2. Если n равно 2, получается 4 минус 2 плюс 2, получается 4. Если n равно 3, получается 9 минус 3 плюс 2, получается 8. n равно 4, 16 минус 4 плюс 2, получается 4.